Всем привет! Сегодня бы я хотела сделать адвайс-там видео, в котором я дам советы будущим студентам или тем, кто уже студенты сейчас. Эти советы в основном это то, что мне бы помогло и что я для себя сама вывела спустя 4 месяца студенческой жизни. Две новые вещи. Во-первых, у меня новое освещение, я купила лампу, она профессиональная, и я ее заказала на самом деле давным-давно, еще в сентябре, но она пришла в Англию, потому что я забыла поменять свой адрес на ebay, и поэтому мне пришла она в Англию, и из Англии она мне шла сюда 3 месяца, и наконец-то она со мной. А еще я ношу очки, потому что, во-первых, я очень-очень-очень плохо вижу, мое зрение ухудшилось до такой степени, что у меня сейчас вообще минус 4, грубо там, минус 3, минус 4, где-то так. И я не могу видеть, как фокусируется камера, и что вообще в ней происходит. Поэтому, я думаю, лучше будет, если я просто одену очки и буду совсем следить. На самом деле, я не комплексую, как я в них выгляжу, но просто мне больше нравится, когда я без очков. Но так как это новые очки, мне надо сделать тест-трайп, понять, как я хочу всегда в очках ходить или нет. Но обычно я хожу без очков. Я буду смотреть телефон, так как я сделала мини-план, по которому я буду следовать. Итак, первый совет — это заведите органайзер. Это просто, я не знаю, как можно описать важность органайзера. Я уже говорила в предыдущем своем видео про органайзера, что я им пользуюсь, что мне очень помогает. Но вот именно во время студенческой жизни, так как больше нету родителей, больше нету людей, которые следят за вами, очень важно помнить всё, распланировать свой день так, чтобы вы везде успевали, были собранными. И мне кажется, без органайзера это просто невозможно. Как я его веду вкратце? Я вечером записываю все дела, что мне надо сделать на следующий день. Потом я проверяю свой органайзер, где у меня написано на каждый день планы. Если, допустим, мне кто-то сказал, через месяц давай встретимся, у меня это должно быть записано обязательно. Я распределяю это всё как to-do list сделать, и потом я распределяю, допустим, по важностям. Допустим, А это самое важное, Б это менее важное, и С это вообще можно на другой день перенести. Ну, честно говоря, сейчас я уже не так, чтобы я прям реально пишу там, это дело А, это дело Б, а я просто, ну, уже сама как бы знаю и сама сразу переписываю по важностям все свои дела. А потом я все эти дела с утра ещё раз на них смотрю, думаю, что мне надо сделать, а потом я переписываю в свой органайзер. Звучит как очень тяжёлая работа вести органайзер, но на самом деле нет, это всё как-то уже спустя неделю стало на автомате, поэтому обязательно попробуйте, если у вас проблемы с распределением времени, потому что мне очень помогло, то есть я как бы везде успеваю, я всё помню. И обычно я как раз тот человек, который может вообще что-то забыть, там, допустим, если у меня запись в короче, я могу абсолютно про неё забыть, но так как теперь я пользуюсь органайзером и записываю все свои дела, то я больше никуда не опаздываю, и я всегда вовремя, и я всегда всё помню. И ещё это очень прикольно, мне кажется, иметь органайзер, где ты всё записываешь, у меня там ещё есть раздел, где я могу свои там какие-то идеи, планы писать по поводу YouTube, или что мне надо купить, или у меня что-то, какой-то образ в голове есть, и я думаю, надо там посмотреть белый свитер магазинов, да, и я записываю там белый свитер, с чем я его могу носить. Ну, в общем, в органайзере можно много всего записывать, и даже если какая-то спонтанная, интересная мысль пришла, можно тоже записать, поэтому палец вверх за органайзер. Совет номер два. Следите за деньгами, потому что когда начинается мне ставить на жизнь, деньги, когда ещё у вас есть какой-то определённый лимит, ну, у меня его нету, но есть некоторые люди, которым там, допустим, выдают 500 евро на месяц, и деньги улетают, ну, просто вот так вот, ты не успеешь... Я не знаю, вот я, когда первый раз почитала, сколько я потратила за два месяца, я была в шоке, потому что там вроде еды купить надо, а потом это сходить, а потом ещё пошопиться, а потом ещё там за проезд заплатить и так далее, и так далее. В общем, это накапливается в такой степени, что я почитаю, я тратила по 30 евро в день. Я даже не знаю, на что я тратила, как бы я в основном училась, я даже в супермаркет, ну, я довольно-таки часто ходила, потому что еда всегда заканчивается, её надо всегда купить, но деньги утекают очень быстро, поэтому, как я уже говорила, проще записывать всё, что вы тратите, ну, не всё прям до малейшей подробности, что там даже, не знаю, кофе 2,50 вы записываете, это нет, но стараться как бы записывать свои расходы и для себя ставить какой-то определённый бюджет, не знаю. Ну, конечно, я не любитель ставить себе лимиты или что-то такое, потому что это всегда такая напряжёнка, надо думать, надо всё это рассчитывать, но, по крайней мере, я как бы стараюсь запланировать, допустим, я себе иду в супермаркет, и там есть у нас просто как метро большой такой супермаркет со скидками, я, допустим, знаю, что мне надо купить там воду, это, это, и я еду специально в метро, чтобы покупать эти вещи, потому что я знаю, что они там дешевле, и что мне надо много сразу купить. Вот, это в каком-то плане экономия, потому что деньги действительно, вот, я не знаю, я не знаю, на что все наверняка сталкиваются с такой проблемой, когда начинаю самостоятельная жизнь, деньги уходят просто как, как, не знаю, как вода, и я не знаю, куда они уходят, просто это какая-то магия, мне кажется. Вот, поэтому обязательно заведите какую-нибудь книжку, где вы следите за своими деньгами, и просто имейте в виду, сколько вы примерно тратите, потому что вы можете думать, что вы тратите мало, а на самом деле там какая-то сумма набегает, поэтому это мой вам совет. Третий мой совет, и даже скорее напоминание, что учеба — это ваша ответственность, и что нет учителей, нет у тебя родителей, которые там будут вас заставлять учиться, вы сами должны решить, когда вы будете заниматься, что вам надо сделать, и, допустим, какие темы надо повторить. В школе, ну, честно говоря, все было более-менее очевидно, то есть, да, вам дают домашнее задание, вы его делаете, и вот так тему проходите, в университете все не так. В университете вам просто объясняют тему, никакого домашнего задания не дают, и если вы поняли тему, отлично, если вы не поняли, вы должны пойти, найти эту тему, прочитать там ее, не знаю, посмотреть в интернете про нее что-то, сделать какие-то ноутсы, запомнить эту тему, и убедиться, что вы ее понимаете. И это все ваша ответственность, то есть никто другой за вами бегать не будет, и проверять, вы учили это, нет, нет. И вот когда придет время экзаменов, вот тогда вам придется самому отдуваться. Если вы что-то не знаете, будет очень обидно на экзамене, допустим, пропустить какую-то тему или целый вопрос на тему, которую вы просто не поняли и забыли повторить, и вообще забыли брать тему. Поэтому надо помнить, что учеба — это теперь ваша ответственность, и надо более серьезно относиться к этому, и самому пытаться контролировать этот процесс. Третий мой совет — еда. Готовьте обязательно заранее. А с едой лично у меня всегда проблемы, потому что у меня никогда ничего не приготовлено. Если у меня есть время вот вечером, я сейчас только поняла, что если я вечером, допустим, сделала уроки, и перед сном поставлю что-нибудь готовиться, допустим, я ставлю запеканку на чисто 20 минут, еду умываю, сидела, делаю, и с утра у меня уже готовая еда. Мне так намного проще, потому что утром никогда нет времени готовить. Во время ланча я в университете, поэтому тоже как бы я либо покупаю, либо я то, что заранее заготовила, несу в универ и там кушаю. И ужин у меня просто чисто физически не хватает сил приготовить себе что-то, потому что у меня столько дел, мне надо сходить в зал, мне надо сделать уроки, поэтому я просто обычно забиваю на ужин и покупаю готовый салат какой-нибудь. И это на самом деле не очень хорошо, потому что здоровье — это очень важно. Плохое питание сразу же отразится на вашем здоровье, поэтому мой вам совет. Если вы хотите нормально питаться, то за день, допустим, продумайте, что вы будете на следующий день кушать. И если то, что вы решили приготовить, затрачивать какое-то время, допустим, там, не знаю, минус 40 или час, то сделайте это лучше вечером, чтобы с утра у вас уже было всё готово. Вот. Ну, это вроде как бы очевидно, но для меня это было сейчас вначале не очень очевидно, поэтому я вначале вообще ничего не готовила и покупала только уже всё готовое, там, салаты, йогурты и так далее. Но, естественно, нам нужна тёплая еда, а ходить в рестораны каждый день на обед — это дорого, поэтому, так как мы экономим деньги, помните, да, предыдущий поинт, поэтому надо готовить самому. Но, конечно, я не говорю, что вы там вообще не должны никуда ходить, кушать только своё и так далее. Нет. Но чисто в цели экономии можно, там, не знаю, 2-3, допустим, дня приносить свою еду, а остальные дни ходить куда-то, если вам позволяет бюджет. Пятый мой совет — это вот именно в Германии здесь очень много даётся привилегий студентам. Здесь есть даже студенческая карта, которая даёт 10% скидки с там, любых ваших покупок. Честно говоря, я когда приехала сюда, месяц, я не знала об этой карте вообще, я не знала, что дают студентам скидки. И только потом, я когда свою карточку университетскую смотрела, там было маленьким шрифтом написано, что показывать её в магазинах у вас будет 10% скидка. И тут я поняла, что я могла бы сэкономить очень много, но я просто не использовала её. Поэтому, если вы за границей, я не знаю, может, даже в России такое есть, я, правда, никогда не слышала об этом, но используйте каждую возможность экономить деньги. Там есть разные купоны. Вот в России, по-моему, очень сейчас эта тема с купонами, всякими акциями, скидками идёт хорошо. И в Германии тоже, допустим, у нас есть торговые центры, ну, как галерея, каштат, и в них предлагаются такие, как бы, купоны, допустим. И если вы, там, не знаю, пойдёте покупать следующую покупку, вам 25% дадут, или можно вообще какую-то карточку накопительную иметь. Но так как я не очень часто хожу в эти магазины, я её не беру. Но я знаю, что есть очень много возможностей с купонами, скидками и студенческими привилегиями сэкономить деньги. И чем больше вы сэкономите, тем больше вы можете потратить. Не знаю, у меня такая логика. Чем больше я экономлю, тем больше я могу потратить. Ну, больше могу купить на эту сумму. Шестой мой последний совет. Это сначала вы делаете уроки, а потом вы отдыхаете. Объясню сейчас, почему я так говорю. Когда начинается студенческая жизнь, и вы понимаете, что вы как бы сами решаете, куда вы хотите пойти, ни у кого не надо отпрашиваться и так далее. Ну, лично в моём случае именно так было. И в Англии, так как меня просто очень контролировали, у нас был хаус-мастер, который нам говорил там в 10 быть дома, и никуда нас не выпускал в основном, будние дни. Тут я приехала и поняла, боже, какая свобода. Но так как я знала, что такое будет, я сразу поняла, что сначала я делаю все уроки, я делаю все дела, что мне надо сделать за день, ну, не только академически, а ещё, допустим, к врачу сходить, ещё что-то. И только потом, после того, как я всё сделала, я могу позволить себе куда-то пойти. И главное, не окунуться вон с головой в эту вот типа party life, когда ты там ходишь постоянно, тусить по пятницам, субботам. Конечно, я не говорю, что это очень плохо, но надо иметь в виду, что сначала вы делаете дела и учёбу, а потом только ходите куда-то отдыхать. Потому что, если вы просто будете тусить, не знаю, день и ночь, и не ходить там на занятия, или не делать задания, которые вам задают, или не писать работы, которые так важны для университета, то, не знаю, мне кажется, это просто такая потеря возможностей. Это такой неответственный подход к университету, что, честно говоря, я знаю пару людей, которые вот так вот как-то, не то, что они спились, но они затусили очень слишком. То есть, они даже всё равно, там сделали они работу или нет, они сначала идут тусить, а потом с утра с похмельем сидят и что-то пытаются там написать. Если вы будете думать, что да, да, я потом сделаю, просто будете ходить тусить, вы представляете, какая-то потеря времени, возможностей, и вообще у нас некоторые люди должны были повторять целый курс, просто потому, что они не сдали работу вовремя, а в это время тусили где-то в клубах. Поэтому имейте в виду, аккуратнее относитесь к свободе и убедитесь, что вам не снесло голову, и что вы не тусите каждый день. Вот. Но если вы всё успеваете и потусите поучиться, тогда большой вам респект. У меня такого не получается, я всего ходила, наверное, раза три в клубы. Да, раза три с сентября, потому что у меня лично времени не хватало. Но я очень на самом деле рада, что я больше не ходила, потому что у меня и так со временем была проблема, ну, не то, что у меня были проблемы с организацией времени, а то, что у меня просто не хватало времени на всё сделать, потому что такое огромное количество работы, и я вообще не представляю, как мои одноклассники некоторые там тусили просто буквально каждый выходной, у меня так не получалось. И мне кажется, вот этот совет, он, пожалуй, один из самых главных, потому что все мы знаем, что в университете многие студенты делают и очень любят, но это всё хорошо, но надо иметь это, золотую серединку, да, и то успеваешь, и то успеваешь, и всё сбалансировано. Вот. Я желаю вам всем успехов с учёбой, надеюсь, мои советы вам как-то помогли. Если у вас есть какие-то запросы по поводу адвайс, там, рубрики, то обязательно пишите её, я буду очень рада вам ответить. И если у вас есть какие-то вопросы по поводу университета, моё следующее видео будет по поводу моего университета, поэтому задавайте все вопросы внизу, и я их прочитаю, всех учту, и следующее видео будет сделано с учётом ваших комментариев и вопросов, если у вас они есть. Но свой план я тоже составила, поэтому спасибо большое за просмотр, оставайтесь со мной, на следующий вид будет очень скоро. Кстати, завтра я снимаю влог, потому что завтра я иду в город, и там всё будет так красивенько, и потом я еду в Кёльн вечером, поэтому мне кажется, завтра будет довольно-таки интересный день, просто хотелось вам показать, как выглядит новогодний Мюнхен, он такой красивый вообще, вот, и поэтому влог будет скоро. Я надеюсь, я успею его быстро отротактировать и выставить буквально на следующий же день, воскресенье. Поэтому оставайтесь со мной, спасибо большое, что смотрите меня, и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok